Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше первое прохождение игры Hearts of Iron 4. В прошлой серии гитлеровская Германия объявила нам войну, вероломно напав на Советский Союз, нарушив пакт Молотова-Риббентропа. Гитлер планировал до зимы занять Москву, атакуя через Львов и Киев, но наша уникальная тактика, точечная оборона, показала свою эффективность, и мы переломили хребет Гитлеру, не дав продвинуться на территорию Советского Союза. С гораздо меньшими силами, отставая по производственной, научной и военной мощи, мы смогли остановить атаки врага, и сегодня, я надеюсь, мы сами перейдем в наступление. Что ж, друзья, начинаем. Я думаю, что начнем мы, наверное, с этой вот Северной войны, так как на нее мы особо сильно внимания не обращаем. Здесь у нас есть группа армии войск Север, и я сразу же думаю, что продвинемся мы где-то вот, пройдем сразу же на центр. Здесь даем новую оборонную границу сюда, и у нас войска сами потянутся, и сами начнут занимать вот эти вот все порты, и самое главное встать где-то вот здесь вот около гор, чтобы занять вот эту вот реку, чтобы на нас не смогли уже наступать ни итальянцы, ни немцы, ни какие-нибудь другие дивизии. И у нас есть противодействие оккупации, давайте посмотрим. У нас в Норвегии какая-то проблема, у нас здесь огромное сопротивление, 32%, поэтому, конечно же, мы попытаемся сейчас как-то снизить это. Смотрите, здесь у нас стоит и так максимальное военное положение, здесь у нас требуется всего одна дивизия Росгвардии, она, кстати, уже полностью обеспечена, и военное положение все равно не помогает никак подчинить вот эту вот норвежскую область СССР. Ну, ладно, давайте сейчас тогда мы пойдем вперед, и я думаю, что мы сразу же вот этими войсками пойдем сюда, этими войсками мы будем занимать вот эту вот всю территорию, займем, я думаю, вот так вот до реки, как я планирую, а дальше будем сдерживать уже врага. И мы с вами, как я сказал, уже сдержали фашистов, здесь мы даже пошли в наступление, смотрите, оттяпали у гитлеровцев раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, наверное, территорий, но, правда, они у нас вот раз, два, три, четыре, пять, тоже семь территорий около Львова у нас оттяпали, потому что, напоминаю, еще раз, здесь был у нас основной удар. Я думаю, что мы временно пока что отключим вот здесь вот у него все команды, и дадим ему другую команду, и заново ему прочерчим новую линию границ. Я пойду сразу же по границам вот от Румынии, потому что у меня есть один интересный план, и мы возьмем на всякий случай еще и Львов, вот таким вот образом, но план у меня будет следующий. Значит, мы сейчас попробуем завоевать вот эти вот северные территории Румынии, все, даем ему команду, сейчас танки у нас сами переориентируются, в том числе, смотрите, они отходят от этих границ, может быть, оно и к лучшему будет, пусть они у нас занимают какую-то часть территории. И антиполитическую дипломатию мы с вами изучили, давайте посмотрим какой-нибудь новый национальный фокус. Так как у нас нету непосредственной опасности как ни Москвы, так и вообще Советскому Союзу, мы, я думаю, даже после 6 января 1142 года пойдем в атаку, поэтому я не буду изучать ни вот эвакуацию на Урал, ни оборону Москвы. Я, наверное, что-нибудь более полезное изучу, например, вот СМЕРС, что он нам дает, плюс одна ячейка оперативника, нам шпионы сейчас будут, ой, как нужны. Я, наверное, шпионов, кстати, направлю на подавление вот этих вот всех забастовок. И смотрим, не производится необходимое оборудование, это два наших самолета, мы воюем, мы это знаем. Северную войну мы с вами заделали, и давайте сейчас посмотрим, как у нас прокачались наши генералы. Итак, Ватутин получил какое-то звание, он у нас горный стрелок, эксперт по пехоте, эксперт про импровизации, временные мосты и бонус по суше. Конечно же, мы это ему даем. Дальше, следующий у нас Головков ничего не получил. Березин тоже у нас имеет какой-то эксперт по пехоте, плюс 10% мастер засад. Так как мы планируем через где-то 3-4 месяца пойти в наступление, тогда я возьму эксперт по пехоте, чтобы у нас прибавилось плюс 10% атака пехотной дивизии. Это, конечно, очень хорошо. Власов, спорный генерал, но у нас он воюет на удивление очень хорошо, эксперт по зиме. У нас мало остается баллов, а у нас еще очень много генералов, поэтому давайте пока что оставим его. И кого-нибудь более полезного сейчас посмотрим. Здесь у нас не прокачался. Следующий, вот, генерал Жуков что-то получил. Итак, он у нас получил эксперт по импровизации. Опять же, это временные мосты. Конечно же, берем. Может быть, он сразу по 2 у нас качается. Нет, на этот раз одну штуку. И у нас Чибисов тоже получил какое-то звание. Тоже эксперт по пехоте. Даем ему атаку плюс 10%. Это очень вовремя. И мы не назначили генерала вот на этот фронт. Давайте отправим прямо сейчас эту ошибку. Где он у нас находится? Давайте сейчас посмотрим. Так, у нас войска как-то расположены не то, не сё. Но они у нас расположены в основном на львовском направлении. Следовательно, нам, наверное, нужно что-то атакующее. Смотрим. 4-4-2. Здесь у нас с припасами танки. Здесь два танка есть. Но политическая связь. Давайте посмотрим кого-нибудь. Осторожный стратег. Троечка. Кстати, вот здесь вот с реквизитом, припасами тоже нужно будет как-то повнимательнее сейчас отнестись. Смотрите, 4, Василевский. Ну, давайте. У нас атака будет... Всё. Назначаем тогда Василевского. Сейчас нужно будет дополнить его всю армию. Только она у нас почему-то не юг, а получается, что группа армии в Венгрии. Ну, ладно. Зато у него появились дополнительные бонусы в виде атаки, обороны, расхода припасов, снижения и расхода планирования. Это очень хорошо. Так, дальше давайте. Мы с вами национальный фокус сделали. Науки у нас сейчас доучатся. Вот, воздушный бой 5 дней. Отпускаем с паузы, продолжаем сейчас давить вот сюда и посмотрим, как у нас танковая атака. У нас опять с припасами какие-то проблемы. Давайте сейчас посмотрим. Итак, с контролом зажимаем, сюда подаём. Здесь у нас тоже всё нормально. Скорее всего, у нас всё это происходит из-за нехватки пехотного снаряжения. Здесь пошёл, кстати, неплохой плюс по автотранспорту тоже плюс, по тяжёлым танкам и по средним танкам и также ещё по ПВО. Давайте сейчас посмотрим, чем мы можем помочь нашей промышленности. Так, пехотка у нас уже почти разогналась. Воздушно-наземный бой мы с вами изучили. А это говорит о том, что все доктрины, пехотные, сухопутные, мы с вами полностью выучили. Что ж, друзья, хорошо, давайте посмотрим теперь по мере необходимости. Конечно, строительство, так как мы всё ещё отстаём от Германии. 300 дней слишком много. 300 дней можно будет... У нас постоянно не хватает резины. Можно будет уйти в ветку резины для того, чтобы переделывать нефтеперерабатывающий завод. Но я посмотрю, что-нибудь более нужное для нас. Кстати, боевые САУ у нас там на корабли начали наступать. У нас там бои уже начались. Поэтому я думаю, что мы будем, конечно же, первое время сливать. Потому что за все эти серии я вообще не занимался флотом. И только в конце прошлой серии я хотя бы разобрался с базовыми принципами флота. Запомним это на всякий случай. Дальше. Авиационная доктрина у нас изучается. Превосходство в воздухе. Наземная поддержка тоже было бы неплохо изучить. И вот он, флот у нас. Что ж, смотрите. У нас есть гидрофон. Открывает новые сонары, которые будут обнаруживать подводные лодки. Это, конечно, очень хорошо. И изучаться он будет 111 дней. Давайте посмотрим сначала что-нибудь в пехоте. В пехоте мы взяли самые лучшие плюшки. Кстати, военная полиция отлично себя показала. Одна из самых лучших наук. 114 дней. Мне кажется, лучше потратить военную полицию, которая помогает нам вот так вот откидывать гитлеровцев. Все нормально. Давайте спускаем паузу. С этим мы с вами тоже разобрались. И по поводу ваших комментариев. Вы мне написали, Никодим, обязательно включи вот этот вот Балтийский флот. Во-первых, давайте мы ему назначим сейчас какого-нибудь хорошего адмирала. Ну, у нас один остался. И, во-вторых, ему нужно будет назначить обязательно патрулирование всех вот этих вот территорий. Иначе гитлеровцы нас очень сильно зажмут. Ну, все, дальше, я думаю, не будем продвигаться. И они смогут высадиться у нас как в Финляндии, так и в Санкт-Петербурге. И даже вот здесь вот в Прибалтике. Поэтому мы закрываем вот эту вот территорию. И сейчас посмотрим, как у нас дела на Черноморском флоте. У нас не хватает сейчас главнокомандующих. Давайте, смотрите, за 15 баллов мы можем назначить себе хоть одного. Медийная личность, атака гордости ВМФ, плюс 10% оборона. То есть обязательно нужен корабль какой-то, чтобы он у нас был гордостью. Ну, ладно, давайте мы его тогда назначим. Смотрим, что мы делаем по кораблям. Во-первых, по кораблям мы с вами делаем вот этот вот ранний корпус эсминца. Мы его уже переделывали. Давайте еще раз перепроверим в этой серии. Итого, вот у нас тральщики здесь установлены. И здесь вот тот нужен радар, который я не стал изучать. Кстати, это очень важно. Но вот для тральщиков это не важно. А для тех, кто будет у нас топить подводные лодки, обязательно нужно будет ставить вот здесь вот сонар-радар. Иначе вы просто не увидите на глубине вражеские подводные лодки. Все. Здесь у нас на Черноморском фронте они высаживаются. А здесь у нас авто... Нет, конечно же, давайте не авто, а тоже... Ну, можно либо в Черноморский, либо в Балтийский флот, кстати. Давайте, наверное, все-таки в Черноморский флот, потому что Балтийский флот там как-то обходится. Там, кстати, есть и морская авиация. А вот Черноморский флот у нас очень слабый. Поэтому мы его вот так вот будем поддерживать новыми лодками, новыми соединениями. Все. Итого, друзья. У нас Черноморский флот занимается... Странно. Вот разминированием, в первую очередь. Во вторую очередь, он у нас занимается патрулированием вот этой вот территории. Смотрите, румыны на нас немножко поперли. Я предлагаю сейчас попробовать следующую тактику. Смотрите, у нас дополнительного оснащения пока есть. Пехотного снаряжения тоже есть. И артиллерия, хоть она у нас уменьшается, но на складах она у нас пока лежит. Поэтому давайте мы сейчас хотя бы просто попробуем начать атаковать. Если у нас, конечно, это получится, будет очень даже неплохо. И здесь, наверное, можно дать ему сейчас план, вот этому нашему фельдмаршалу, на небольшую пока что атаку. Вот мы не будем завоевывать сразу все. Мы пока вот один город, вот до этого порта, попробуем все отвоевать. Ну что ж, давайте. Это, конечно, очень рисковая тактика. Потому что, во-первых, Гитлер все еще прет. Он прет у нас на Львовско-Киевском направлении. И у нас абсолютно не раскачана промышленность. Но если мы сейчас ударим... Все, пробуем, друзья. Смотрите, пошла атака. Атака вся пошла у нас в минусах. К сожалению, нет. Смотрите, преобразовывается. Может быть, мы даже часть территории сейчас охватим. Тут у нас еще и танковый корпус начинает додавливать. Кстати, чем он там занимается у нас? А он что-то вообще ничем не занимается. Они пока что... Вот, они только-только начали подъезжать. Надеюсь, что сейчас они здесь помогут отвоевать вот этот вот кусок территории. И мы пошли до реки немножко вперед. Но вот реку будет перейти, конечно, очень сложно, друзья. Кстати, по поводу перехода реки мы с вами у Жукова, если я правильно помню, вот это вот мосты. Давайте мы мосты сделаем. Здесь у нас нету мостов. Здесь у нас 17 дивизий пока. Ну, до тех пор, пока у нас не начнется тратиться вот это вот пехотное снаряжение, мы попробуем вот здесь вот атаковать. Дальше, как у нас дела на севере? Смотрите, мы здесь еще территорию немножко отвоевали. Можно тоже будет попробовать перейти в наступление. Правда, это будет очень рискованно. У нас здесь всего по две дивизии в каждой клетке стоит. А смотрите, у немцев по пять, по восемь, где-то и вот девять даже с танками причем стоит. Здесь по четыре. Ну, вот здесь вот поменьше. Кстати, можно будет попытаться прорваться в этом направлении. Кстати, видимо, у нас что такое? Заняли город по лесе какой-то. Это, наверное, Брест-Литовск, да. То есть немцы все-таки заняли его, откинув нас танковым ударом, и мы рассеяли вот здесь вот наши все дивизии. Ничего страшного. Пусть пока что стоят. Немец пока прет. До 6 января мы просто стоим и ждем. А в Румынии... А в Румынии, смотрите, мы начали немножечко оттеснять. Вот это, кстати, прям приятно. Здесь у нас пока что идет парики, а здесь мы додавливаем вот этих вот румынов. Ну, если мы хотя бы возьмем вот так вот до горы, ну, вот как я наметил, будет просто у нас идеальный план. Самое главное сейчас следить за тем, чтобы пехотное снаряжение у нас не пошло в минус. Как только оно пойдет в минус, мы сразу же будем менять нашу тактику. Падение Каира. Сегодня торжествующие итальянские солдаты вошли в Каир. Что-то у нас Италия какая-то очень-очень сильная, и нужно будет ей тоже заниматься. Почти преследую по пятам отступающих англичан. Немедленно был устроен парад победы, и итальянцы устремились к пирамидам Евгизи, чтобы сфотографироваться на фоне достопримечательностей. Заполучив Каир, Бенитто Муссолини теперь еще на шаг ближе к тому, чтобы объединить итальянскую и восточную Африку с итальянской Ливией и создать единую африканскую колонию. Это серьезный поворот, друзья. Давайте посмотрим, как у нас итальянцы-то развились. Ох ты, вот это да. И у нас еще итальянцы вот здесь вот в Норвегии. Так, мы с вами пока что плюнули. Ничего на северном наступлении не делаем. У нас опять почему-то снялась вот эта вот граница северная. Давайте мы сразу что-то назначаем, даем ему команду. Пошли вперед потихонечку. А танк где у нас? А танк остановился и куда-то потерялся. Вот у нас танк. Давайте мы все-таки, наверное, вот так вот проедемся. Он почему-то у нас решил отступить назад. Займем все вот так вот вдоль реки. Вот эти территории нам пригодятся очень даже сильно. А дальше солдатики, ну чего вы стоите? Давайте вперед, только вперед, ни шагу назад. Вы займете у нас сейчас всю вот эту вот территорию? Ну, сильно я, наверное, не хотел бы занимать. К тому же у нас, смотрите, началось противодействие оккупации. Давайте на паузе. Да, у нас Норвегия очень сильно начинает трепыхаться. 47 процентов. Вот это да, друзья. Даже не помогает наши политические меры, которые мы установили в Норвегии военного положения. Две дивизии, но у нас они, кстати, есть. Мы можем их спокойно сформировать. Вполне возможно, они не формируются из-за... Да нет, здесь тоже у нас нормально. Давайте тогда посмотрим в наборе размещения. У нас вот здесь вот должны... Так, дивизии это танковые у нас доделываются. Вот. А, они пока что еще якобы докачиваются. Ну, непонятно. И мы с вами в каком-то морском сражении приняли участие. Я думаю, что мы должны проиграть. А мы выиграли. И удивительно, друзья, морское сражение, победа, Нижнее Балтийское море. Мы потопили с вами... Вернее, мы сбили с вами несколько самолетов кораблями нашей дивизии. Мы сбили с вами один палубный бомбардировщик. Вот это да, друзья. Вот это, конечно, была неожиданная победа. И это не перестает радовать. То есть мы с вами действительно начинаем что-то разбираться еще и в морских сражениях. А как у нас здесь в Румынском фронте? Мы в Румынском фронте сейчас додавливаем Румын. Нам сейчас нужно будет вот до скалы забрать все это, потому что на скалу мы не полезем. Мы еще пока слишком слабые. И нужно будет придумывать атаку на Львовском направлении. Самое главное, чтобы мы по пехотке и по дополнительному оснащению не полезли вниз. Это будет самое страшное, если у нас сейчас здесь будут минуса. Но смотрите, друзья. Перешли мы в решительное наступление. Здесь почему-то они не хотят эту реку переходить. Может быть... Ага, они на город Галатс у нас наметились. И вот такая вот атака. Ну, взяли мы несколько территорий. Причем так довольно-таки, я бы сказал, просто их забрали. Все, танки у нас помогли. Наверное, можно танки сейчас переориентировать на северное направление. Нужно будет только внимательно посмотреть, как здесь расположились немцы. Здесь две танковых дивизии, здесь просто горно-стрелковые дивизии, здесь шесть пехоток. Да все нормально. Летчик АС получает повышение. Пилоты советских ВВС самые лучшие. С позывным Айрон. Железо не просто возвращается без потерь, а пилотирует свой новый самолет ЛАГ-3А необычайным мастерством. Кстати, друзья, у меня сейчас пришла в голову идея. Недавний полет над Восточной Польшей доказал, что Егор настоящий АС, чье участие в боевых действиях неоценимо. Смотрите, друзья, мы с вами заимели огромное количество очков авиации и еще больше очков армии. Поэтому давайте сейчас на паузе мы с вами переделаем, вернее, доделаем наши танки, которые мы начали делать в прошлой серии. Итак, друзья, у нас вот есть галочка модификации. Здесь мы берем уже модифицированный танк. Вот у нас средний танк Т-34А. И мы его сейчас догоним до максимальных показателей. Итак, главное орудие, я думаю, что это будет у нас самое главное. По надежности мы с вами сливаем на 12%. И здесь у нас всего лишь 90 очков. Поэтому давайте мы броню еще хотя бы... Ну, сейчас мы по надежности скомпенсируем. Смотрим. Минус 16, минус 8. Давайте еще тогда одну броню. Минус 12. Нам нужно, чтобы четко... И главное, чтобы еще и баллы не превысились. Все, по надежности у нас пошло 4%. Надежность у нас убралась. То есть получается, что мы с вами, потратив 400 очков... У нас, кстати, больше нету. Сделаем новую модификацию танка Т-34, которая будет с улучшенным главным оружием. Да, давайте. И сейчас мы сразу же тогда переходим на вот эти вот новые танки А-1. Все, началось у нас производство. И то же самое, я думаю, мы потратим 300 очков летных. Мы потратим с вами на самолеты. У нас уже есть ЛАГ-3А. Хорошо, что вот этот вот АС у нас получил повышение. Здесь, я думаю, конечно же, в первую очередь нужно будет двигатель докачать. Всего лишь 100 баллов. Маневренность и максимальную скорость мы значительно повысили. Надежность у нас, кстати, смотрите, не убавилась. Можно, наверное, еще и дальность немножко увеличить. Так, надежность начинается сливаться. Это проблема. С вооружением я вот... С вооружением, конечно, хорошо. Смотрите, у нас вооружение прибавляет воздушную атаку, но она у нас убавляет маневренность и максимальную скорость. Поэтому, ну, такое себе баловаться с вооружением, наверное, я не буду. К тому же это занимает очень много очков, вот этих звездных летных очков. Поэтому давайте мы сейчас компенсируем вот эту вот надежность. Двигатель у нас есть. 200 очков мы можем потратить. И по дальности... Ну, на самом деле, дальность, я так думаю, нужна в первую очередь бомбардировщикам. Она не нужна вот этой истребительной авиации. Ну, давайте попробуем. Если мы по баллам сейчас пройдем, все-таки дальность у нас увеличивается значительно. Плюс 100 километров. И надежность мы тоже можем увеличить. Все, давайте вот так. И переходим на новый тип. Вот это вот А1. Готово. И посмотрим, где у нас какие большие недосдачи. Пехотка есть, дополнительные есть. Это самое главное. Начали, наконец-то, у нас делать машины. И по средним танкам, как вы видите, у нас большущая беда. Даже по истребителям у нас все нормально. Поэтому давайте мы сделаем вот что. Средние танки постепенно у нас выходят на третью позицию. На четвертой позиции у нас будут улучшенные ПВО. Что ж, друзья. Я думаю, что пехотку, она у нас потихонечку разгоняется. Мы сделаем следующим образом. Все-таки основное. Мы заводы отдадим в пехотку. Дополнительные и на танки. И улучшенные ПВО мы вот так вот увеличиваем. Дело в том, что у нас постоянно в стройках вот здесь вот делаются новые заводы. И чтобы за ними не следить, мы будем вот таким вот образом все увеличивать. Давайте посмотрим. Государство Синцанзма хочет заключить пакт о ненападении. Давайте пока заключим. Бельгия, которым мы помогали, тоже пакт о ненападении хочет заключить. Это кто такие? Нидерланды. Но мы пока что не собираемся их завоевывать. И Норвегия. Нет, с Норвегией мы пока что подождем. Я не хочу с ними вообще разговаривать. Я хочу завоевать всю Норвегию. Доступны какие-то новые решения. Нам в первую очередь, конечно же, друзья, нужно будет сейчас Вольфрам и Сталь. Смотрите, Челябинск сразу нам дает плюс 20 в городе Челябинск. Вот это вот нельзя забывать. Это мы будем делать с вами в первую очередь. И сейчас на Северную войну мы быстро сходим. Посмотрим, как у нас здесь. Смотрите, как у нас солдатики пошли потихонечку вперед. Давайте вот так. Сразу же отвоевывают территорию. И здесь нужно будет ему дать команду. Нет, вот так вот. Давай лучше пройди. Даже вот так вот будет правильнее. Ну и не знаю, стоит ли здесь забирать вот эту вот территорию. Давайте заберем, чтобы у нас такая ровная полоска была. Чтобы вот здесь вот гитлеровцы не смогли у нас никак пройти. И вы не стойте. Давайте вы все-таки идите вот так вот вдоль реки. Танк. Танк, наверное, лучше всего отправить вот таким вот образом. А потом... Вот, можно взять столицу Ослу. Но почему-то я столицу здесь не вижу. И у них огромное сопротивление. Давайте посмотрим, как изменились показатели. 46% и он начинает снижаться. Это очень хорошо. И с Польшей у нас есть некоторые проблемы. 17-16% тоже начинает снижаться. Ладно, друзья, пока все идет нормально. Мы с вами додавливаем Румынию. Очень, кстати, неплохо. Здесь наш танковый прорыв прошел по горам. В горы я пока что не полезу. Тут не такие уж и большие войска. Смотрите, итальянцы, похоже, стоят. И мы выучили с вами новый вид вооружения. Пулеметы какие-то. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас здесь изучить. Из военной техники ничего. Из ротобеспечения. Ну вот, можно взять лопату. Она очень хорошо себя показала. Можно взять разведку по 115 дней. Но я бы, наверное, все-таки взял бы вот эти вот пассивные сонары. Потому что, как вы видите, у нас какие-то проблемы с морским боем. Мы то побеждаем, то проигрываем. Давайте вот так вот исследуем. Это очень важно для того, чтобы обнаружить подводные лодки. И еще один бой у нас какой-то прошел. Мы, похоже, судя по черепушке, наверное, здесь проиграли. И здесь выживший третий рейх бомбардировщиками 72 самолета завалил одну нашу подводную лодку. Ранний корпус. Но это какая-то старая подводная лодка. Так что, надеюсь, все у нас должно быть здесь хорошо. Не успели. Они как раз ушли из этого региона. Вот в чем дело. У нас корабли распределились по другим регионам. Здесь у нас просто тупо не хватает кораблей. И мы с вами уже направили новые. Во-первых, эсминцы мы направили на Черноморский флот. А Ленинград... Кстати, вот этот вот Ленинград. Давайте мы его сейчас посмотрим. Это у нас обычные эсминцы защитные. Их бы надо бы сейчас как-то преобразовать. Смотрите. Здесь... Ну, давайте попробуем на авто. Что нам дают? Это вот глубинные мины. 8 баллов. 12 у нас есть. Дальше. ПВО-шка. Здесь у нас бортовое орудие и двигатель. Ну, все. Я думаю, что вот так вот мы сохраняем это все. И так. Потому что отлично у нас получится. Дальше у нас выдалось какое-то сообщение о том, что у нас поменялся тип вооружения. А да, у нас стало старое это вооружение. Ленинград. Давайте сейчас посмотрим. Вот. Ленинград. Новое. Второго класса. А был у нас, кстати, тоже второго. Давайте мы его тогда заменяем. 260 дней производства. Да давайте. Я потому что забуду. Да, конечно, обидно, что мы почти что достроили корабль и меняем его. Но в 42-м году, к октябрю... Нет, мы знаете, как сейчас сделаем? Мы очень хитро сделаем. Мы сюда прибавляем все вот эти. С конвоев убираем все. И сейчас мы будем захватывать порты. У нас здесь будет... Вот даже вот так давайте сделаем. На эсминцы тральчики и на эсминцы защитные. Это наши коммунистические друзья. Хотят, чтобы мы заключили с ними пакт. Нормально. Не производятся самолеты. Мы воюем. Сколько мы уже потеряли? 350 против 2,5 миллионов Третьего Рейха. И все у нас идет очень, я бы сказал, неплохо. Исключая, конечно, то, что у нас вот здесь вот регионы доставки проблематичные. Давайте прибавляем сразу же сюда. И у нас по забастовкам какие-то проблемы. Здесь у нас по 16% начинает снижаться. Здесь у нас 45%. Но тоже потихонечку снижается. Так что все, я думаю, будет у нас хорошо. Вы чего стоите? Вы чего тупите? Сразу же идите вперед. Давайте побыстрее. А то вдруг сейчас какие-нибудь шведы сюда еще высадятся. И будет у нас фиаско, братан. Можно, конечно, занять у них... Давайте займем у них столицу. Отрежем вот так вот всю территорию. Если что, река будет естественным заграждающим препятствием. Вот еще вот на эту гору. А что-то нам совсем, очень даже странно, нам совсем не оказывают никакого сопротивления. Вот эти вот норвежские войска. И здесь кто у нас? Здесь, похоже, немцы высадились. Слушайте, да, немцы начинают высаживаться в Норвегии. И это меня не радует. Давайте мы занимаем вот эту вот территорию. Вы пошли вперед. А ты, солдат, ну давай вот сюда. Приказ так приказ. Ну почему они стоят? Почему они такие бестолковые и ничего не хотят у нас делать? Мы заняли Ослы. И давайте аэропорт. Слушайте, если мы займем вот этот вот аэропорт, тогда еще вот сюда вот продвигаемся. Если мы займем вот этот вот аэропорт, тогда фашисты... А смотрите, раз мы заняли аэропорт, наверное, мы не сможем... Вернее, немцы не смогут нас атаковать. Потому что сюда только что с крестами самолета приземлялись. Следовательно, я предполагаю... Во! Советские самолеты сразу у нас полетели. Перелетела сюда у нас бригада. 94 у нас лага. И я даже думаю, что они достают... Да, смотрите, друзья. Они у нас спокойно достают до Германии. Государство Третий Рейх призывает государство Исландии в советскую войну в качестве нашего противника. Ладно, исландцы, мы вам припомним. Исландия присоединяется к оси. Соединенное Королевство объявляет войну государства Исландии. Где она эта малюсенькая Исландия? Вот Ирландия, а вот Исландия. О, кстати, это очень хорошая идея. Мы можем кораблями здесь завоевать. И Исландия будет наша такая непобедимая страна. Это будет наш плацдарм для нападения на Соединенные Штаты Америки. Который мы, конечно же, будем захватывать весь мир, друзья. И смотрим. У нас как-то здесь все стало очень-очень тихо. Танки стоят, все стоит. Наша армия почему-то не хочет наступать. Я предлагаю сейчас сделать вот что. Давайте мы попробуем хотя бы начать атаку. Так, давайте. Мы сейчас попробуем как-нибудь не сильно. Вот Дансинг. Зачем оборонять Дансинг? Ну, хотя бы вот сюда мы попробуем продвинуться. Так, до реки. Здесь мы тоже реку переходить не будем. Итак, дойдем до Варшавы. Дальше пойдем вдоль реки. И нам нужно будет забрать наш Львов до горы. Здесь у нас, правда, стоят танковые дивизии, что не очень хорошо. Здесь у нас Львов. И нужно будет подмога вот другой танковой дивизии. А у нас нехватка припасов. Каких именно нехватка? Мы, наверное, сразу тогда прокачиваем алюминиевую не нужно. Вот, в Златоусте у нас прибавится плюс 10. А под Курском плюс 12. Конечно же, мы сталь еще увеличиваем. Ну что ж, друзья, давайте рискнем. Если что, мы, конечно же, отменим вот эту вот атаку. В атаку, друзья, вперед, начинаем наступление на Варшаву. Интересно. Кстати, 5 января. Сейчас у гитлеровцев должно сняться вот этот вот баф. Я немножко раньше времени начал, к сожалению. Поэтому мы очень-очень сильно, друзья, сливаем. Нужно было дождаться 5 января. И только тогда нужно было наступать. Да, мы взяли с вами мемель. Ох ты, и у нас самолеты. Слушайте, давайте сейчас посмотрим, что у нас сейчас с авиацией. Смотрите, на Западной Польше у нас зеленое небо, на Украине тоже зеленое. И вот только в Восточной Польше у нас есть красные проблемы. РПД мы с вами изучили, противотанковое ружье. Здесь у нас в основном все хорошо, но мы можем улучшить с вами прирост эффективности за счет размера вот этих вот очков командиров. Давайте, наверное, вот так вот сделаем, чтобы у нас здесь это небо тоже в том числе покраснело. А мы с вами, я так думаю, проиграли еще один бой. Да, нас, смотрите, атакуют подводные лодки. Так, а кого они? А, беззащитные конвои они у нас атакуют. А почему у нас конвои ходят здесь? Мы же вроде бы ничего не запрашиваем, непонятно. Но у нас здесь разгромили конвои около Норвегии. И мы с вами можем изучить новую науку. Изучили 250 дней. Было бы очень хорошо вот это вот выучить, но я думаю, что нам что-то более полезное. Например, лопату 114 дней. Да, вот это будет более полезная наука в данный момент. Все, друзья, это мы с вами тоже изучаем. Мне очень не нравится то, что у нас горит нехватка припасов. Это неправда, потому что горючего у нас навалом. Ресурсы у нас все есть. У нас, в принципе, в частях без проблем идет снабжение как пехоткой. Вот у нас 5К, так и артиллерии, так и дополнительным оснащением у нас 2К есть. Даже транспорт, смотрите, прибывает. Но мы с вами, начав вот это вот наступление раньше времени, конечно, я боюсь, очень сильно ослабили производственные мощности. И, ну, в принципе, мы добились уже кое-какого успеха. Мы заняли вот этот вот мемель. Может быть, мы сейчас еще пару регионов сможем отвоевать. Вот хотя бы давайте Брест-Литовск сейчас отвоюем и остановим вот эту вот атаку, потому что она у нас бессмысленная. Нужно будет сначала подготовиться так. Базовая поддержка с воздуха у нас тоже изучена. Это мы с вами выучили воздушную доктрину. Что мы можем? Бомбардировка у нас продолжается и наземная поддержка. Было бы очень неплохо поддержать на 20% еще. Тут быстро изучается, все нормально. Я думаю, что, смотрите, СМЕРШ мы с вами изучили. Это очень хорошо. Следующий национальный фокус. Подавление партизан, что дает нам минус 25% урон, наносимый гарнизоном. Да, конечно, почему бы и нет. Подавление партизан мы с вами изучим. Кстати, перестало у нас сопротивление в Норвегии, перестало у нас сопротивление в Польше. Так что мы задавили и нам должны были дать ячейку оперативника. Странно. Почему-то нам не дали нового оперативника. Хотя вот по этому фокусу давайте еще раз перепроверим СМЕРШ. Ячейка для оперативника. Плюс один. Очень-очень странно, друзья. Но, может быть, здесь что-то задерживается. Может быть, чуть попозже у нас появится. Ну, смотрите, Румынию мы почти уже забрали. Танки у нас здесь уже доходят. Можно будет вот... Давайте, вот так вот мы... Даже не так, а вот так мы с вами нападаем. Все. Это нормально мы забрали. Здесь 11 в Галатце. Вот это да. А как же мы возьмем этот Галатц, я не знаю. Здесь вам, ребята, не стоит, я так думаю, нападать. Хотя, смотрите, мы можем попробовать сделать вот таким вот образом. А почему-то они... А, они не соседствуют по регионам. И в этом проблема. Здесь 6,1. Ну, давайте попробуем. Хотя я думаю, что это слив. Нет, смотрите, 41. Займем тогда вот эту вот территорию. Где-то здесь вот порт. Надо будет быстро тогда добежать до порта, занять порт. И отказаться вот от этой северной атаки. Здесь мы успехи... Ну, пару территорий здесь. Здесь, наверное, одну или две территории мы с вами смогли занять. И у нас уже не хватает пехотного снаряжения. Да, один. Я думаю, отказываемся мы от этой атаки. Она у нас слишком много ест. Отказываемся. Здесь останавливаем. И, наверное, нужно будет дать им новую команду перегруппироваться. Пошли. Да, они туда-сюда начинают переходить. Начинают здесь утрясать свои линии фронта. Ну что ж, на это потратится, я думаю, некоторое время. Нам сейчас самое главное преломить вот этот вот большой минус, чтобы у нас всегда на складах было оружие. Потому что если у нас на складах не будет оружия, у нас не смогут формироваться дивизии карателей. И тогда мы с вами будем просто сливать во всех направлениях. А здесь у нас вот еще нужно будет срочно отремонтировать. И здесь тоже нужно будет срочно отремонтировать эту область. Ладно, не получилось. И еще, я думаю, мы проиграли в каком-то из сражений. Ну да, нас подводные лодки просто топят наши конвои, потому что конвои у нас остались незащищенные. Я знаю, вы мне писали в комментариях такую фишку, что вот включаем морской регион. Здесь можно будет... Кстати, давайте мы вот что сделаем. Где-то здесь у нас находится флотское соединение. Оно у нас идет патрулирование. И мы можем дать ему патрулирование вот по всему вот этому вот району, чтобы у нас дальше продолжались вот эти конвои. И они у нас, видимо, что-то покупают в Соединенных Штатах Америки. Давайте мы тогда изменим. Посмотрим, что у нас покупается. Наверное, сталь мы какую-то закупали. Нет, ничего мы не закупаем. Резину мы, наверное, тогда закупаем где-то. Так, резина у нас закупается в британской Малайе, но она у нас идет по суше. А здесь у нас ничего не закупается. Очень-очень странно. Вот импорт. Хром у нас закупается. Посмотрим, откуда из британской Индии и из британской Малайи. Здесь по 16, ну, а смотрите, как у нас много. Давайте откажемся, например, от британской Малайи. Все, у нас будут дополнительные фабрики. Так, смотрим. 81, 65. И из британской Индии тоже тогда отказываемся, добавляя себе фабрики. Главное сейчас не переборщить. Так, 41. Мы отказались от импорта. Резину? Ну, резину нам придется все-таки закупать. А здесь мы с вами сэкономили кучу заводов для того, чтобы наше строительство семимильными шагами продолжалось. Сколько у нас, друзья, уже заводов? 176. Наших заводов против немецких. Сейчас посмотрим разведданные. У них 175. Ну, смотрите, друзья. 176, 175, 150, 134. Мы практически догнали Гитлера. Так что 110 дивизий, 29 танковых дивизий и 35 летных. Вот почему мы так сильно сливаем вот здесь вот в центре. Смотрите, у нас идет здесь красное небо. И мы здесь очень-очень сильно сливаем. И внизу на Балканах тоже мы сильно проигрываем. Так, давайте. А у нас больше нету ничего. Ну, что ж, друзья. Нам сейчас самое главное вот здесь. И вот здесь. И вот здесь не уйти в минус. По артиллерии у нас все нормально. Заводы наши вроде бы разогнались. Посмотрим, самое главное, пехотка. Да, нормально. Все, отпускаем с паузы. У нас все идет хорошо. Доступны новые решения. Мы сразу же тогда, наверное, в металл. Вот 12 металлов под Белгородом еще добавляем себе. Стали нам нужно будет огромное количество. И продолжаем воевать, друзья. Пока у нас идет все... Ну, не так, как я хочу. Я хочу сразу же напасть на Берлин. И уже там через 3 месяца с вами отвоевать Берлин. А смотрите, топят и топят наши корабли. И это у нас бомбардировщики. Так, друзья. Я принимаю следующее решение. Где-то здесь у нас находятся морские самолеты. Здесь у нас 200. Это стратегические бомбардировщики. Нет. Где-то, я помню, было точно у нас морская авиация. Вот у нас морские бомбардировщики. Я тогда думаю, мы дадим им команду вот сюда. Отделить его от авиакрыла. Нет, давайте. И морской авиации у нас практически нету, друзья. На что я предлагаю сделать следующее. Мы вот здесь вот отвоевали. Я попробую сейчас сюда прибавить вот эти вот морские бомбардировщики. Ну, пусть хоть мало, но хотя бы что-то у нас здесь будет. Итак, происходит развертывание. Мы даем ему вот такую вот команду. И даем ему команду по морским целям. И он, наверное, самолеты тоже в том числе будет у нас сбивать. Ну, смешно, конечно. 7 самолетиков это очень смешно. Мы, к тому же, их еще и не делаем. Но хоть как-то будем защищаться. Хочет вступить в войну Монголия. Ага, давайте принимаем их. Отлично, Монголия вступает в германск-советскую войну. Да ну, Тува желает нам оказать помощь. Да почему бы и нет. Присылайте нам свои войска. Мы всегда будем рады. Доступных решений у нас нету. Производится оборудование. Но все, друзья, разгоняемся тогда дальше. Посмотрим, как у генералов. Генералов мы прокачали в начале Сирии. Но они качаются прямо вот у нас очень-очень быстро. А еще, смотрите, я понял. У нас вот здесь вот 17-й генерал. Ему, наверное, нужно... Вот, мы здесь сливаем. Давайте попробуем. Мы сюда сейчас зададим точку сбора. Вот пехотных армий. Итак, точка задана. Южная Бессарабия. Сюда выгружаем сколько? Если 17, то 5 штук нужно будет. Погнали, друзья. Раз, два, три. И танковые войска сюда тоже нужно будет добавить. Если они у нас есть. Да, давайте еще сюда. И три танковых дивизии. Так, три, четыре, пять. Все. Итого мы вот эти вот войска сейчас добавим вот этому генералу. 23. Еще одного не хватает. Давайте сразу же тогда добавим, чтобы долго не тянуть. Так, вот этого вот. И еще один танк добавляем этому генералу. Все. Итак, генерал Василевский взял командование на себя. Давайте, наверное, вот так сделаем, чтобы у нас войска... А куда вы пошли? А, они у нас тут кто на север, кто на юг. Нет, друзья, так не нужно делать. Я вас не для этого сюда высаживал. Вы, наверное, лучше пойдете вот на помощь вот этим. 29, 43. Нам сейчас главное реку перейти и занять вот здесь вот этот плацдарм и отбить вот эту вот констанцию. И у нас будет свой дополнительный порт в Черном море. А фашисты здесь застраивают. Мы разминирование проводим, патрулирование проводим. У нас здесь все хорошо. Государство Сиам вступает в альянс восточно-азиатская сфера самопроцветания. Государство Японии и Сиам опубликовали сегодня совместное извление о том, что последнее стало полноправным членом альянса восточно-азиатской сферы. Будущее покажет, какие цели захватнические или оборонительные преследует это сотрудничество. Но военные обоих стран, вне всяких сомнений, уже готовят совместные планы. Война у нас, друзья, выходит на новый виток. И я совсем забыл про Японию. Японцы пока держатся. Японцы пока не объявляют нам войну. Это очень хорошо. Здесь они разделяют свой миропорядок. Но у нас вот две хорошие коммунистические страны. Это Монголия и у нас вот эта вот Средняя Азия. Они у нас не позволяют японцам подобраться к нашим границам. И вот эта вот Туван Тувы тоже, похоже, хочет к нам присоединиться. Так что отобьемся. У нас здесь, давайте посмотрим. У нас здесь две дивизии стоят на востоке. У нас здесь неплохие генералы. Так что, смотрите, освободим Сахалина. Освободим здесь острова. Наверное, будем исторично громить Японию в 1945 году. Ну, в зависимости от того, как у нас война сейчас пойдет. Все, не нужно будет больше наступать. Давайте посмотрим, какие успехи. Мы взяли мебель. Мы взяли вот эту вот территорию. Мы здесь... Брест-Литовск у нас так и был. Здесь у нас тоже все так и было. Вот, мы, кажется, взяли еще одну территорию. Отлично. Ну, ладно, друзья. Ровно... Нет, ровно было наше. Ну, то есть, получается, что мы только две территории взяли, потеряв огромное количество вот здесь вот пехотного снаряжения. Все, пошло у нас плюс. Нам нужно будет накопить. И морские бои. Опять мы проиграли. Опять подводные лодки потопили. Не наши, правда, на этот раз. Хорошо. Это союзнические конвои. Не хватает, короче, нам кораблей. Нам сейчас нужно будет строить семимильными шагами корабли. Давайте. Мы пока что продолжаем воевать. Пока что продолжаем вот здесь вот все удерживать. Займем. Наш план сейчас занять вот этот вот порт. И остановить на время нашу войну. А нам, наконец-то, дали агента. Давайте на паузе. Во-первых, мы, наверное, еще проиграли одно морское сражение. Да. Они... Ну, это не мы проиграли. Это конвои у нас убивают. Причем наши сегодня конвои. Два конвои убили. Странно. Очень странно. Почему у нас здесь корабли как раз были, но не смогли защитить. Но самое главное, друзья. Мы наняли сейчас агента. Давайте посмотрим. Взломщик сейфов. Захват шифра. Риск чертежей. Эффективность кражи. Вот это вообще великолепный Юрий Макаров. Запомним его. Здесь у нас эксперт-подрывник. Но, правда, это нанятый германский. Ох ты, у нас двойной агент получается. Я вот не знаю, что дает двойной агент. Почему-то никакого описания нет. Но, наверное, есть вероятность того, что он сможет перепрыгнуть на службу вот своей державе. Не будем тогда его брать. Ораторы нам не нужны. Крутые ничего не дают. Ну, самый лучший вот этот вот лев Драгомилов. Смотрите, взломщик сейфов и эксперт-подрывник. Интересно, здесь есть такая механика, что вот агенты могут переходить с одной стороны на другую. Ну, нам только лишь остается узнать, так как я играю первый раз в жизни. Давайте возьмем вот этого не нашего агента под наше крыло. Можно будет его временно сейчас направить на... Смотрите, искоренить сопротивление. Раз. Контролировать торговлю и дипломатическое давление. Если я его сейчас припишу вот сюда вот в Норвегию, прям вот в эту территорию, то, наверное, он поможет искоренить все вот это вот подавление. Надеюсь, что сейчас у нас все должно здесь пойти хорошо. 100% мы его сюда поставили. Он у нас, правда, взломщик сейфов, но будет заниматься непосредственно другими делами. И 82% мы можем с вами забрать какие-нибудь данные. Давайте посмотрим. У нас есть два агента. Очень рискованно, друзья. Мы можем, кстати, украсить как военные чертежи, так промышленные. Но если у нас хоть один агент пропадет, а очень велика вероятность, что гитлеровцы нас заметят, то тогда мы их не сможем спасти, потому что у нас больше нет агентов. Поэтому давайте, раз они тут находятся, пусть находятся. Доступны новые решения. Мы, конечно же, пройдем сейчас по металлу. Смотрите, 10 хрома. Здесь у нас алюминий. С алюминием у нас нет проблем. Давайте вот со сталью у нас уже есть некоторые проблемы, потому что сталь у нас начинает тоже уменьшаться. И с резиной нужно будет резину докачивать. Так, захвачен агент. Нужно организовать спасательную операцию. Сейчас мы, конечно же, займемся. Давайте на паузе. Здесь мы с вами обеспечение подали. Ну что ж, давайте посмотрим, как организовывается спасательная операция. Итак, спасти захваченного агента. Подготовить операцию. Мы сейчас попробуем вот этого агента перепривязать, искоренить сопротивление на территории Норвегии, если получится. Давайте вот так вот. Да, нормально, два агента, 50%. Он у нас почему-то, другие агенты, например, члены альянса, на этом задании. Все. А этого агента мы тогда переназначим на задание, друзья. Вот. Если так получится, то так будет, конечно, гораздо лучше. Спасти захваченного агента, подготовить, назначаем вот этого немца. И пусть он не в Германии спасает нашу девушку. Итак, подготавливаем. Здесь нужно всего лишь 200 винтовок. Они мгновенно у нас сейчас сделаются. И мы спасем агента. Дальше. Это мы с вами сделали. Все нормально, друзья. Пошли дальше воевать. Румынию отвоевывать. Застряли мы вот здесь вот на море, к сожалению. И здесь у нас танк стоит странно. Куда-то уезжает. Ну, здесь у нас идет перегруппировка. Да. Это вот эти у нас танки, которые встали на свои позиции. Ну, что ж, друзья. Давайте. Это решительный момент. Пехотного снаряжения у нас пошло прибавляться. Все пошло прибавляться. Я думаю, что пора нам начинать атаку. Началась атака. Здесь мы сразу же начинаем что-то завоевывать. Здесь тоже у нас нормально. Мы можем поддержать, кстати, группой армии. Если что. Вот у нас есть 6 пехотинцев. Давайте мы вот так вот поддержим эту атаку. Так, здесь у нас тоже небольшой слив. Нужно будет поддержать вот этими двумя танками. Так, не хотят. И вот этими четырьмя пехотинцами тоже поддержим эту атаку. Тоже не помогает. Давайте тогда еще кинем вот этих дополнительных. Не могут они пока что. А, мы здесь ослабим фронт. И государство там началась какая-то война. Государство гунийская клинка. Ну, ладно. Пока что все нормально. Здесь у нас стоит две дивизии. Мы тогда атакуем вперед. Нам сейчас главное отбить вот это все. Так, горно-стрелки. Летчик АС получает повышение. Смелость голода берет. Лак-3 у нас нормально работает. Причем там уже с новой модификацией. Здесь стоят, ничего не делают. Погнали тогда тоже в атаку. И пока что мы вроде бы отбиваем с вами львов. Самое главное, чтобы вот здесь минуса у нас не начались. И кто-то просится к нам, хочет заключить пакт о ненападении. Но я не помню, кто это такие. Давайте заключим. А это экспедиционные войска. Монголия хочет отправить нам дивизии. Ну, давайте возьмем. Спасибо вам, монголы. Четыре каких-то они нам... А, на Дальнем Востоке они нам дали пехотинцев. Ну, давайте, конечно же, примем в гости эти монгольские войска. Что ж, смотрите, какой интересный пехота. Щелкните для подробностей. Посмотрим, какой у них шаблон. Да, шаблон, конечно, убогий. А как это они смогли... А, нет, я подумал, две артиллерии они засунули. Они засунули артиллерию и ПВО. Ну, знаете что? Ну, конечно, по сравнению с моими пехотными дивизиями, у них просто какое-то убожество. Но хотя бы спасибо и за это, друзья. Давайте мы тогда даем сразу же сюда и все сортируем. О, конную дивизию нам дали. Спасибо, конечно, огромное. Но в Монголии коней навалом, а нам они, надеюсь, не понадобятся. Все, убрали мы с вами эту ошибку. Переназначаем на вот единую группу армии. Все, с этим мы тоже справились. Как-то у нас нехватка припасов продолжает гореть. Хотя все у нас нормально. Доступной решения пока что нет. И монгольский генерал. Может быть, нам монгольского генерала какого-нибудь дали? Нет, не дают нам ничего. Давайте кого-нибудь просто так назначим. Там у нас кавалеристы. Вот, кавалерист. Отлично. Пусть он командует вот этими вот лошадьми. Все, в порядке, друзья. Возвращаемся на наш основной театр. Мы сейчас додавим Львов. И у нас уже 4 марта. Пора бы нам уже начать побеждать в этой войне. Ну, смотрите, как-то гитлеровцев... Все дело в том, что я заранее начинал готовиться к этой войне. Во-первых, я здесь в Испании очень долго держал немцев. Во-вторых, я здесь в Бельгии держал. В-третьих, я коллаборационистское правительство. Очень много шпионов. Крал разные данные. Поэтому я, конечно, подготовил Германию к сливу. А мы с вами изучили еще одну науку. Погнали дальше. Кстати, разведка очень понадобится нам. Погнали вперед. И что-то у нас морские, да, доучиваются. Там последние минуты остались. Тут без танков, короче, друзья, не обойтись. Нужно будет сюда кидать танки. Танков у нас нету. Поэтому... Поэтому ладно, забиваем. Пусть они пока здесь подерутся немного. Главное, чтобы ни те, ни другие не перешли вот эту вот границу. Но у Румынии мы отвоевали с вами очень много. Самое главное, мы забрали аэропорт. Голландская Ост-Индия капитулирует. Индонезийские власти в изгнании. Капитуляцию приняла Япония. Ну что ж. Еще минус одно государство. Югославия хочет с нами пакта ненападения. Так, а Югославы были типа за нас. Они были против итальянцев. Кстати, как там мы... Ох, вот это итальянцы здесь у нас. А смотрите, итальянцы начали даже Германию забирать. То есть Италия... Ну не может такое быть, чтобы Италия у нас воевала с Германией. Видимо, какие-то здесь свои междоусобные терки. А у нас здесь тоже какая-то пошла тусня. А, нас отбили. Немцы нас отбили. Слушайте, мне это все дико не нравится. Вот эти вот дивизии у нас могут... Соединенные Штаты Америки. А что они здесь делают? Как они сюда попали? И зачем они сюда вообще пришли? Норвежские войска. Короче, здесь какая-то сборная солянка. И Берген мы с вами можем захватить. Давайте посмотрим, кому он сейчас принадлежит. Он норвежцам у нас принадлежит. Тут, смотрите, нет никого вообще. Если мы, наверное, захватим... А давайте попробуем. А мы не можем наступать. То есть у нас не дается приказ к наступлению. Следовательно, нам нужно сначала сформировать цель войны. А потом мы можем уже наступить. И смотрите, как хорошо у нас пошел Львов громиться. Вот это, да, друзья. Вот это прям не может не радовать. Давайте мы поможем, конечно же, вот этим вот войскам. 59. Здесь у нас 7 дивизий стоят, ждут приказа. На Львов как раз атака пошла. А танки у нас, танки сами пошли. Ну, пока все идет. А здесь мы с вами территорию отвоевываем. Нет, неплохо, неплохо у нас пошло. Здесь, правда, стоят бронетанковые немецкие дивизии. С ними бодаться мы, конечно же, не будем. Но вот помочь... Вот сюда 92. Все. Территорию около Львова мы с вами практически забрали. Здесь 66. Один танк почему-то стоит, не хочет нападать. Давайте мы его тоже в атаку кидаем. Так, здесь отбили. Здесь у нас сквозь реки ППС-43. Знаете, друзья, это на самом деле хоть и радостно, что мы с вами изучили вот эту вот науку, но она нам сейчас будет очень не к месту. Потому что нам нельзя сейчас менять производство. Ладно, давайте. Сначала мы назначим 219 дней. Это у нас будет противотанковое оружие. Долго, но нужно. Потому что у немца танки начинают уже крепнуть. Вот я о чем говорил. Смотрите. Если мы сейчас заменим вот это вот пехотное снаряжение, у нас опять здесь будет огромный минус. А так как у нас очень мало на складах, всего 15к, у нас не успеют наши пехотинцы вооружиться. Наверное, производство устаревшей техники, да, ППШ мы пока что оставляем. Здесь народный Менчанг, факт о ненападении заключаем. Другие решения по стали берем, хром не нужен. Челябинск, вот, отлично. В Челябинске 25 стали забираем себе обязательно. И мы воюем. Но у нас сейчас потери должны быть уже побольше. Да, 666к потерял Советский Союз и 3 миллиона потерял Третий Рейх. И мы с вами начали операцию по контрнаступлению. Сейчас нужно будет очень быстро и эффективно помочь вот этим вот войскам. А смотрите, здесь мы заняли территорию. Так, друзья, здесь танки стоят. Здесь мы с вами отбиваемся нашими танками. Сейчас мы будем брать с вами Львов. Исландия капитулирует. Уинстон Черчилль заявляет, что британский натиск позволил занять всю страну и сломил трусливый исландский народ. Исландские власти бежали за границу и создали правительство возгнаний. Основные силы капитулировали. И Соединенное Королевство теперь контролирует главный регион. Хотя война с остатками Альянса Оси продолжается в других регионах. Альянс Союзники уже может праздновать свою победу. Ну, я не знаю, о какой победе они говорят. Мы еще германцев не откинули. Они здесь у нас... А вот, смотрите, Свободная Франция. Бордо. Владелец француза что-то начали делать против немцев. Это как раз очень вовремя. Это фашисты, это фашисты, это фашисты. Но французы начали отвоевывать свою территорию. Может быть, им, правда, помогают великобританцы, а может быть, даже американцы. Давайте сейчас посмотрим. Нет, это просто свободные французы. Давайте посмотрим, какая у них демократия. Следующие выборы. Здесь Шарль де Голь. Все ясно. Герой войны. Ну что ж, по плану мы сейчас должны экономить вот это вот пехотное снаряжение. Мы должны его сейчас очень много накопить. И после этого сделать уже решительный контр-удар. Подавление партизан мы с вами выучили. Ну что ж, давайте выбирать следующий национальный фокус. Это мы взять не можем. Подавление партизан мы с вами изучили. Можем сейчас эвакуацию на Урал сделать. Но вопрос зачем? Что это нам даст? Нам даст эта эвакуация промышленности из Москвы, из Ленинграда и из Смоленска. Нам это на самом деле абсолютно не нужно. Потому что ни к Москве, ни к Смоленску, ни к Ленинграду у нас вражеские войска не приближают. Следовательно, мы даже не будем сейчас терять война с Японией. Нам нужно будет... Давайте, укрепление Дальнего Востока. Шесть дивизий на японской границе. Да, вот это мы с вами обязательно сейчас выучим. Потому что в скором времени нам придется воевать еще и с Японией. А мы, смотрите, как мы добиваем... А вы что стоите-то? Вы что стоите, не помогаете своим? В атаку только вперед. Да, начали мы откидывать всю эту территорию, этот порт хотя бы. Мы себе забрали, и здесь у нас очень все неплохо. Британская Малая у нас капитулирует. Это очень тяжелые времена, друзья. И у нас, видимо, из-за того, что британская Дам, мы резину у них покупали. А теперь ее больше не существует, друзья. Вот это повар... Слушайте, мы у японцев можем закупить резину. А давайте попробуем. Ну, наверное, это было бы слишком. Тут еще конвои нужно будет тратить. Но зато, с другой стороны, японцы на нас точно тогда не нападут. Мы с ними отношения как бы улучшим, я очень надеюсь. Ну, давайте не будем рисковать. Мы сейчас в Сиаме закупимся. Все, здесь у нас все нормально. Больше мы ничего не покупаем. Всех остальных ресурсов у нас полностью хватает. А как у нас тут со Львовом дела идут? Пока что вроде бы неплохо. Шесть войск у нас могут нападать сейчас. И пассивный сонар мы с вами изучили. Очень вовремя, друзья. Давайте сразу же тогда изучать какую-нибудь следующую науку. Я так понял, что эсминцы — это основные боевые корабли у нас в игре. 114 дней. Смотрите, линкоры. Ну, это что-то такое огромное. Наверное, стоит изучить новый корпус эсминца. Тогда мы с вами будем иметь супер-корабли. В него напичкаем уже всякие сонары, глубинные бомбы, бомбометы и все остальное. Да, давайте, наверное, мы пока что выучим новый корпус. А тем временем мы с вами переделаем уже имеющиеся эсминцы. Вот у нас эсминец. Во-первых, сюда, наверное, нужно будет установить вот этот вот гидрофон. Дальше на авто посмотрим, что у нас изменилось. Ничего у нас не изменилось. То есть мы добавили здесь новый тип глубинных противолодочных бомб. У нас только лишь первого уровня они вот есть. И все. Здесь мы схема управления огнем, ПВО, батареи установили, новые двигатели и торпедные аппараты. Но вот то, что мы вот это сделали, это, конечно, очень хорошо. И нам нужно будет сейчас сделать модернизацию. Вот еще вот этот вот эсминец. Он у нас, правда, противо-минный. Давайте посмотрим. Во-первых, конечно же, сюда еще и гидрофон, он нам понадобится. Авто, наверное, делать не стоит, потому что у нас здесь все остальное установлено как положено. Все, вот так вот делаем. И он у нас тоже устарел, получается. Поэтому мы его, друзья, сейчас заменяем на точно такой же, только другой, более современный. 11 дней. Немного мы потеряли совсем. Это нормально. Все, здесь Черноморский флот, здесь тоже Черноморский флот. И теперь давайте непосредственно в самом Черноморском флоте мы посмотрим, что мы можем здесь изменить. Вот у нас все эти корпус эсминца, которые... И вот модернизация корабля. Вот мы с вами изучили. Смотрите, мы установили вот этот вот сонар. Теперь у нас нормально будут определяться вражеские подводные лодки. Ну что ж, давайте попробуем сейчас заменить. Так, и появляется перевооружение кораблей. Перевооружить военные корабли, корпус эсминца на ближайшую морскую базу. 9 дней займет переоборудование. Приступить? Да, конечно, приступить, без всякого сомнения. Вообще, наверное, стоит перевооружить. Может быть, можно с шифтом вот так вот, раз-два, а дальше у нас пошли подводные лодки. Что ж, конечно же, мы с вами все меняем, перевооружить эти корабли. А как у нас самое главное по пехотному снаряжению, все нормально. Иван Конев получает ранение. Это чрезвычайно, друзья, плохо. У нас уже апрель месяц, и мы с вами... Ух ты, мы еще с вами одну территорию завоевали. Ну, прям молодцы, ребята, без моего разрешения. Все идут и идут вперед потихонечку. Здесь добиваются последние дивизии. Давайте мы тогда вот так вот им поможем. 66. Здесь неприкрепленные дивизии. Это кто у нас? Это у нас росгвардейцы. Кстати, очень вовремя, друзья. Давайте посмотрим, как у нас здесь вообще с росгвардией. Наверное, стоит занять какой-нибудь порт. Вот этот вот. Встанем. Так, давайте выходим сюда. Так, здесь мы укрепились. Здесь уже, смотрите, союзнические войска у нас в Норвегии. И сопротивление норвежское у нас снижается. Отлично. И еще одна росгвардейская дивизия пошла. Ну, давайте вот в этот порт тогда ее на всякий случай установим. А здесь у нас поддержка кораблей идет. Все нормально. Давайте накопим, ну, хотя бы 100К. После этого мы с вами сменим вот это вот пехотное вооружение. Оно у нас только-только начинает разгоняться. До 70% дошло. А мы его сейчас будем менять. Нам его, знаете, когда нужно сменить? После того, как мы добьемся каких-то кардинальных успехов. Вот здесь вот на фронте с Гитлером. А пока что я успехов-то особо-то и не вижу почему-то. Мы как-то бьем-бьем. Ну, танки здесь стоят. Мы вроде бы и танками атакуем. А, вот тут как хитро. Мы одновременно начинаем наступать. Давайте тогда еще вот сюда попробуем эти танки добить. Сюда вот так вот помогаем им. Если мы сейчас займем вот этот вот фронт, то тем самым мы освободим вот эту вот линию и спокойно сможем занять... Во, мы львов начинаем окружать. Так, друзья, это очень хорошо. Мы сейчас саперную роту, к тому же, изучили. Давайте продолжать. Что здесь из полезного? Удивительно, но военная полиция показала себя как одной из чуть ли не самых полезных вот этих вот перков для армии. Поэтому я, конечно же, выучу военную полицию. И будет у нас еще лучше все оборонные. И в том числе и нападающие. И даже там всякие другие статы тоже резко увеличиваются. Танки стоят, ничего не делают. Давайте мы вот сюда пойдем. А потом вот сюда начнем атаку, чтобы не через реку атаковать. Правда, мы здесь значительно ослабили фронт. У нас Конева сказали, что ранили. Но он, смотрите, в строю пока находится. Пока что без проблем сражается. А как у нас здесь насчет порта? Что-то они прям тянут, тянут. Никак не могут здесь ничего сделать. Горнострелки отдыхают. Здесь шестерка у нас воюет. А здесь... Ну, давайте еще тогда одного кинем. Вот таким вот образом. Можно будет одного пехотинца вот сюда вот так вот переслать. Дальше они у нас сами сформируются. Смотрите, Галатс город. Можем ли мы его взять? В принципе, реки здесь нету. Войска у нас нормально стоят. Я думаю, что если мы найдем пару танков... Вот один танк. Давайте мы вот так вот к Галатсу его пересылаем. Вот еще два танка. Но я не думаю, что они там у нас будут наступать. Давайте мы вот опять же вот сюда вот эти танки пересылаем. Все, сейчас мы сформируем здесь такой кулак. Здесь танк нам, думаю, будет не нужен. Давайте мы его пересылаем вот сюда. И еще один танк мы отправляем вот сюда. Мы тогда сейчас от Галатса вот так вот начнем отрезать вот эту всю группу армии. Так, пятерочка нормально. Самое главное, как у нас, друзья, со Львовом? Мы под Львовом прям застряли. Бросаем все дивизии в атаку. У нас, кстати, снялось. Нехватка продовольствия, нехватка ресурсов. Так что у нас все идет более-менее хорошо. Все, додавливаем Львов. Последними силами сейчас нужно будет это все додавить. Так, единичка, подогнем. Ну, нормально. А здесь мы с вами забрали одну из территорий. Ну, смотрите, здесь мы немецкие танки сливаем. Атакуем тогда, друзья, раз. И атакуем тогда два. А сюда мы можем на помощь вот атакующей бригаде. Ну, с танками мы, кажется, справились. Давайте 50. Сейчас у нас здесь должно замениться на зеленый цвет. Пять не можем трогать. Здесь у нас все в порядке. Сколько у нас наверху немцев? Шесть. Давайте попробуем. Вдруг у нас получится сейчас атака. Спускаем, друзья, с паузой 72. Если что, кого-нибудь, а у нас некого, пришлем сюда на помощь. Но, может быть, мы сможем пройти через реку. Короче, если нет, не смогли мы пройти через реку. И это очень плохо. Они сейчас у нас будут брать вот этот вот мемель. Давайте, наверное, вот сюда и попробуем помочь. Смотрите, как они грамотно сделали свою оборону. Вот, три сувалки и здесь четыре. Что ж, я думаю, что мы делаем вот так, друзья. Погнали. Мы атакуем вот этой вот группой. Сейчас у нас будет слив. А вот этой группой мы делаем вот так вот помощь. Смотрите, она у нас останется на месте, так как у нас синяя стрелочка. А вот группа из Каунаса у нас сможет, наверное... Странно, почему у нас так сливается? У нас здесь войск гораздо больше. Но, тем не менее, мы не можем никак здесь пройти. Танки мы потрепали. Ладно, давайте сосредоточимся сейчас на львовском направлении. Мы вроде бы пока что тащим. И львов мы начинаем выбивать. Да, смотрите, сдаю. Танки здесь отбили. Самое главное, что мы достигли, это мы здесь отбили танки. Интеграция наземной поддержки мы с вами получили. Давайте сразу же какую-нибудь еще полезную науку мы с вами получим. Смотрите, эффективность морской авиации не нужна. Стратегические бомбардировки можно, кстати, изучить. Но тоже не нужна. Стратегическая бомбардировка плюс 15. И перехватчики обнаружения. Ну, мне кажется, я взял не самую лучшую ветку. Я посмотрел, здесь тактики есть лучше как в третьей ветке, так и в первой. А вторая оказалась такая себе. Ну, я первый раз играю. Так что все будет нормально. Строительство можно будет улучшить. Конвейер 250. Вот это, кстати, очень нужная вещь. Ну что ж, давайте, наверное, возьмем все-таки помощь нашему флоту. Потому что мне сильно не нравится, как сливает наш флот. Так, 34-36 у нас получается. Я сказал, что сейчас дойду хотя бы до 100. А смотрите, у нас по артиллерии пошли плюсы. По автотранспорту и по допоснащению. Давайте мы тогда допку вот сюда вот наверх. И здесь у нас получают все они основные плюшки. Допка сейчас должна пойти у нас в хороший плюс. 264-37. Ну, давайте я делаю такой план. Как мы только сейчас возьмем Львов. Опять у нас что-то. Вы чего? Куда вы пошли? Куда готов? Что-то у нас тут вообще творится. Армия ходит куда хочет, только не туда, куда надо. Очень было, конечно, это весело. Давайте мы вот эти вот бригады кинем. Они у нас тоже стоят. Ну, давайте вот сюда хотя бы на помощь кинем. Так, раз, два. Здесь бригада пойдет вот сюда вот на помощь. Тут у нас как-то, смотрите, у нас здесь все планы изменились. И мы, похоже, проиграли еще один бой. Здесь бомбардировщики 68 потопили нашу одну подводную лодку. Это, наверное, хорошо. Они потратили огромное количество денег, потому что каждый такой боеприпас стоит ресурсов, плюс топливо, плюс они там износ, а всего лишь одну лодочку нашу потопили. Так что у нас все идет нормально, и у нас появился, находится гордость ВМФ Марат. Ох ты, у нас какой-то суперкорабль появился. Это не может не радовать. Смотрите, пехотка у нас начинает разгоняться. Я думаю, сейчас самое время, друзья, сменить тип вооружения. Погнали на пехотное. Мы с вами упали до 41%, но зато и у нас металла не хватает. Вот это было очень неожиданно, друзья. У нас якобы стали нету. Давайте, во-первых, мы сделаем вот что. Доступны новые решения. Здесь, в Златоусте, 12. Вот, значит, 20 создаем. Сейчас у нас здесь должно убраться. Дальше под Курском, под Белгородом у нас 12 тоже берем. В Уральске хром нам не нужен, а у нас больше нету баллов. И почему-то ресурсы у нас не прибавляются, друзья. Очень и очень странно. Ну ладно, давайте закупим вот этот вот маленький кусочек. У вишистов, у японцев, у кого тут? Вот у шведов. Че они у нас стоят рядышком? И нифига нам не помогают. А так хотя бы помогут. Еще одну бой мы, наверное, слили, я так думаю. Да, это самолеты, друзья. Это, короче, самолеты. Они здесь у нас обосновались. И у нас вот эта вот авиация, в том числе и морская, не дает каких-то особых преимуществ, чтобы вот сюда вот атаковать. И у нас красное небо здесь везде, к сожалению. Нам не хватает силенок, потому что мы не успеваем, друзья, тупо делать никакие самолеты. Истребители у нас сливаются, палубные бомбардировщики у нас не делаются, тактические бомбардировщики у нас все на нуле. Так что мы с вами очень много теряем. Львов, подогнали танк. Вот это прям совсем не вовремя, то, что они к Львову подогнали у нас танки. Да, тяжелые бои за Львов идут. Смотрите, во, мы закольцевали Львов. Сейчас будет все нормально. Мы отбили здесь и здесь. И Львов мы с вами доедим, друзья. Отлично получилось. Давайте вы подогнем. Но Львов. Так, а немцы огрызаются. Немцы нам контратакуют. Но здесь будет прорыв. Здесь тоже, в принципе, сейчас будет прорыв. Так что не удержат они Львов 100%. Давайте добавим несколько все-таки самолетов. Пусть они у нас хотя бы начальные. Но смотрите, истребители у нас уже делаются дальше. Морские бомбардировщики и межвоенного периода. Это у нас тактические. Пусть он у нас делается сразу же после пехотного. Давайте даже перед пехотным, чтобы побыстрее у нас было. Вот так вот бомбардировщик межвоенного периода. Сделаем хотя бы просто на апгрейд тех старых самолетов. Понятно, что мы просто так впустую тратим ресурсы, но у нас не будет вот игра тупить и говорить о том, что у нас там красное небо. Дальше мы что еще делали? Мы морские бомбардировщики и стратегические бомбардировщики. Тоже тогда делаем им вот так одну галочку. Пусть они у нас пока что разгоняются по одному заводу. Как разгонятся, мы добавим им оставшиеся заводы. К тому времени мы, надеюсь, еще изучим с вами авиацию. Начинаем наступать на львовском направлении. Операция Z мы с вами сделали. Укрепление Дальнего Востока с вами изучили. Так, Италия призывает фишистскую Францию в качестве нашего противника. Это нехорошо. Выбираем следующий национальный фокус. Присоединить Тану Тува. Произойдет членство в СССР. А почему бы и нет? Нам лишнее государство не помешает, я надеюсь. Так, 21, доступно новое решение. Постали у нас без проблем. Все вроде бы идет нормально. Три танка подошли. Ну давайте. Мы начинаем наступление на Галац. Поддержим его, если что, вот таким вот наступлением. И сюда еще с этого фронта дадим вот такую вот танковую атаку. Все, нормально. И все равно мы не можем почему-то победить вот этот вот Галац. Танков нету, ничего нету. Здесь выбили танк. Начинается отступление. Четыре бригады. Странно как-то. Вот, 61. Здесь у нас пошло потихонечку. Самое главное с львовским... Мы забрали львов, друзья. Поздравляю. Мы с вами атаковали фашистов. Отвоевали город Львов от немецко-фашистских захватчиков. Заняли вот эту вот всю территорию. И давайте, друзья, на этой оптимистической ноте мы закончим эту интереснейшую серию. Я думаю, что в следующей серии мы перейдем с вами в решительное наступление. Во-первых, смотрите. Прошло чуть меньше года. Где-то 9-10 месяцев с начала Великой Отечественной войны. У нас, в принципе, самое главное. То, что мы сдержали натиск Гитлера. Потом наше преимущество. То, что их смогли откинуть вот здесь вот в Венгрии и в Румынии. Правда, немножечко застряли. Но, как я вижу, здесь у нас начинается атака. Давайте спустим с паузы. Посмотрим. Может быть, пока я с вами прощаюсь, у нас здесь произойдет захват вот этих вот городов. Так что все у нас будет нормально. Недостаточно у нас некоторых ресурсов. По резине у нас есть некоторые проблемы. В Сиаме мы купили все, что только возможно. И противодействие оккупации город Львов. Что значит Львов противодействие? Мы их только что освободили, а они нам еще и противодействуют. Как это вообще понять? Что это была за такая шутка? И мы с вами освободили вот эту вот женщину. Давайте тогда искоренить сопротивление 50%. Мы вот сюда ее назначаем, город Львов. Львов начнет она сейчас у нас. А давайте, наверное, Львов. Он, наверное, к Польше приписан, я так думаю. Да, 21%, Норвегии 27%, военное положение у нас уже установлено. Ну все. Мы тогда, к сожалению, агентов будем тратить только лишь на подавление. Иначе мы не сможем справиться. Здесь у нас очень хорошо подавляет. Здесь сейчас женщина у нас тоже хорошо подавит вот это вот сопротивление. И у нас, нам нужно повышать стабильность. А она повышается, конечно, в первую очередь тем, что британская Индия еще. Что мы с вами вот этих вот агентов расставляем? Итак, готово. Норвегия хочет заключить с нами пакты на нападение. Не будем пока вообще. Игнорируем Норвегию, друзья. Мы подперли с вами вперед. У фашистов практически не осталось никаких войск. У нас снялись все дебафы. Здесь у нас пошли... Ну, пока что есть некоторый запас. Поэтому дожимаем вот их до города Люблина, наверное. Да, смотрите, они у нас начали отступать. Все в порядке. Давайте мы с вами тогда меняем еще... А, нет, все у нас нормально. Хотел поменять танковую доктрину, но нет. Оказалось, что у нас она здесь просто идеальная. И мы с вами, друзья, еще и заняли город Галатс. Ну что ж, давайте на этой оптимистической ноте мы закончим эту интереснейшую серию. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Поделитесь ссылкой на наше уникальное видео прохождение со своими друзьями. А с вами был командор Никодим. Пишите ваши комментарии и советы. Я их обязательно включу в следующую серию. На этом все. Увидимся в будущем, друзья.